Доказательство того, что наш мир нереален. Что мы живём в иллюзии. Привет! С вами Корней. Сегодня я хочу вам привести доказательства того, что наш мир нереален. Что мы живём в иллюзии. На самом деле, это мысль не нова. Потому что именно так считается в буддизме и индуизме. Согласно этим религиям, наш мир, наше существование это сон. А мы словно сновидение внутри сна. Если переводить это на язык современных понятий, то можно сказать, что мы являемся словно компьютерными персонажами в некой компьютерной игре. У Станислава Лема в одном фантастическом рассказе есть любопытный персонаж. Сумасшедший профессор. Он считал, что доказал иллюзорность мира. Он приводил для этого такие примеры. Он говорит, что допустим, вы оставили стул на одном месте, а потом обнаруживаете его на другом месте. Думаете, что вас подвела память? На самом деле нет. Компьютерная программа дала сбой. Любая программа ошибается. И наш мир не исключение. Вы действительно поставили стул там, где помните. А вот программа уже по ошибке загрузила его. Когда вы в следующий раз обратили внимание на это в другом месте. Или например, вы ищете некий предмет среди других предметов на столе. И вы точно видите, что его нет. А потом обнаруживаете, что он лежал у вас прямо под носом. Вы думаете, что это ваша невнимательность? На самом деле нет. Говорит тот сумасшедший профессор. Этого предмета действительно не было. А потом программа спохватилась и исправила ошибку. Эти доказательства всё-таки не очень убедительны. Потому что может быть программа ошибается. А может быть дело в невнимательности или в плохой памяти. Так вот. Я нашёл другое доказательство. Которое действительно достоверное. И которое указывает на то, что наш мир это иллюзия. Это реальность. Сейчас я вам это всё проиллюстрирую. В виде линии я изображу время. И на этой линии я изображу дату. 1 января. Это наш новый год. И другую дату. 14 января. Это новый год по старому стилю. Такое смещение в календаре произошло от того, что во время революции была реформа календаря. И все даты сместились на 13 дней. Это всё понятно. Но существует и другая дата. Дата самой революции. 7 ноября. Хотя сама революция называется октябрьской. Потому что 7 ноября это её дата по новому стилю. А по старому стилю она произошла 25 октября. Эти те же самые 13 дней праздницы. Здесь вроде бы ничего удивительного нет. Если как следует не задуматься. А если задуматься, то становится понятно, что почему-то в этом случае смещение произошло в другом направлении. Как это могло произойти? Моя версия такова. Во время революции в компьютерной программе, которая олицетворяет наш мир. Пришлось обрабатывать много дополнительной информации. И поэтому она немного запуталась. Когда происходило смещение календаря. Одну дату она сместила в одном направлении, а другую в другом направлении. А исправлять уже потом было поздно. Потому что люди это запомнили. Это было зафиксировано в книгах, в календарях и так далее. Но программа всё-таки каким-то образом себя защитила. Она каким-то образом отвлекает наше внимание от этой несуразицы. И поэтому люди прекрасно видят, что здесь есть логическое противоречие. Но при этом не обращают на это никакого внимания. Я с этим вопросом обратился однажды к своему другу. Он тоже очень этим заинтересовался. Мы это горячо обсуждали. Достаточно долго обсуждали. И он нашёл на это ответ. Он вдруг взял всё и объяснил. Я даже немного расстроился. Потому что такое хорошее доказательство иллюзорности мира пропало. Потом прошло дня два. И я вдруг понял, что я забыл его доказательство. И когда в следующий раз мы с ним встретились. Я сказал ему напомни. Потому что я забыл. У него округлились глаза. На лице было написано некоторое удивление. И он говорит, что корней. А я тоже забыл. Мы с ним снова сели. И снова стали это всё обсуждать. Рассуждать на эту тему. Пытались восстановить наши логические рассуждения. С того раза. Ничего не вышло. Мы не смогли найти этого объяснения во второй раз. И тогда я подумал, а было ли вообще это объяснение? Может быть компьютерная программа, защищаясь, просто создала нам некую иллюзию этого объяснения? Ну а поскольку это тоже было какой-то несуразицей, то поэтому это и не сохранилось в памяти. Поэтому вы, когда с вами произойдёт что-то подобное, как с тем сумасшедшим профессором. Оставите стул на одном месте, а обнаружите его на другом. Даже не думайте, что у вас плохая память. На самом деле вы застукали мир с поличным в том, что он иллюзорен. Если вы искали какой-то предмет на столе, и его не было. А потом вдруг оказывается, что он лежал на самом обидном месте. Даже не думайте, что дело в вашей невнимательности. Вы опять-таки застукали мир с поличным в его иллюзорности. В том, что его нет на самом деле. А вот этот рисунок доказывает это. Ещё я хочу добавить пару слов об одном видео на моём канале. А именно о видео бесплатный свет. Оно вызывает очень много вопросов. Когда я его записывал и заклеивал синий изолентный отверстие в розетку. Чтобы из этих отверстий электрический ток текал в атмосферу. Мне казалось, что я этим дал ясно понять, что это видео шутка. И, к моему удивлению, оказалось, что это не так. У многих возникают вопросы. Это видео выложено на моём канале самым первым. В то время я ещё не определился с тем, чему мой канал будет посвящён. Потом я с этим достаточно быстро определился. Поскольку считаю, что серьёзные эксперименты и интереснее, и полезнее. Кроме того, из-за этого видео у многих возникают сомнения в достоверности моих экспериментов. Меня подозревают в каком-то монтаже. На самом деле достаточно посмотреть видео бесплатный свет. Чтобы понять на каком уровне я умею монтировать. И сделать вывод, что у других видео никакого монтажа нет. Ну а о том, почему лампа тогда горела. Как я этого добился. Я сниму отдельное видео. Чтобы удовлетворить самых любопытных. Сейчас, когда идёт эта запись, 30 марта. А это день космонавтики по старому стилю. Я всех поздравляю с днём космонавтики. Мечтайте и творите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.